Заседание Совета Безопасности по письму, пусть даже британского премьера, проводится нечасто. Но в этот раз все страны, включая Россию, согласились с необходимостью обсудить инцидент Солсбери, в котором тяжелое отравление получил бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Британцы хотели провести заседание в закрытом режиме. Россия настояла на открытых дверях. Оказалось, не зря. Вместо заявленной цели рассказать о ходе расследования, исполняющий обязанности постпреда Великобритании в ООН ограничился одними обвинениями в адрес России. Английское правительство заключило, что весьма вероятно, Россия ответственна за это. Мы видим два возможных объяснения. Это либо прямая атака на нашу страну, либо Россия потеряла контроль за отравляющим веществом, которое она разработала. Это было незаурядное преступление. Это было неправомерное использование силы, нарушение статьи 2 Устава ООН, основы основ международного правопорядка. Никаких доказательств причастности России к отравлению Британия не предъявила. Но, похоже, это и не было нужно. Из выступления американского постпреда и других западных дипломатов стало очевидно, что Россию уже назначили виновной. Ей припомнили и дело Литвиненко, и Украину, и Сирию. Соединенные Штаты считают, что Россия ответственна за атаку на двух человек в Соединенном Королевстве с применением военного нервно-паралитического вещества. Все большая озабоченность в этой опасной и дестабилизирующей деятельности вызывает Россия. Россия не смогла проконтролировать уничтожение химического оружия в Сирии. Россия развалила расследование, когда выяснилось, что Асад несет ответственность за химические атаки. Россия пять раз использовала право ВЕТа в прошлом году, чтобы защитить Асада. Британский дипломат вспомнил бывшего советского ученого Вилла Мирзаянова, уехавшего в США. Мол, он еще в 92-м году написал, что разрабатывал токсичный новичок. Но известно об этом веществе только со слов самого Мирзаянова. В 2011-м в ГАГе специалисты организации по запрету химического оружия проверяли его информацию, и никаких следов новичка в мире не обнаружили. Вот фрагмент из того вывода комиссии. Члены научного комитета подчеркивают, что на сегодняшний день никаких подтверждений заявлением автора не существует, как не было никаких обзоров таких препаратов в научной литературе. В 2013-м научный совет организации снова пытался обнаружить новичок, но ученые опять ничего не нашли. Комиссия заявляет, что у нее недостаточно информации о том, что новичок или подобные ему препараты существуют. Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что ни в Советском Союзе, ни в России никакие разработки под условным названием «Новичок» вообще не проводились. Кроме того, все химическое оружие было уничтожено в России еще в прошлом году под наблюдением экспертов из той же организации по запрету химоружия. А сейчас Западу просто выгодно обвинить произошедшим Россию. Мы вынуждены сделать вывод, что власти Великобритании установление истины интересует в последнюю очередь, а движут ими совершенные иные мотивы. В ход идут отточенные за последние годы приемы пропагандистской войны. Российские дипломаты уверены, что вместо того, чтобы предъявлять бездоказательное обвинение на Совете Безопасности, Британия могла бы передать образцы вещества экспертам ООН по химическому оружию в Гаге, и чтобы там специалисты могли выяснить настоящее происхождение токсина. Наши партнеры тянут этот вопрос на площадку СБ, потому что понимают, что настоящих экспертов в области химоружия в Гаге их доводы не убедят. То есть, в действительности, они боятся настоящего профессионального разговора на эту тему. Российская Федерация считает абсолютно неприемлемым голословные обвинения, изложенные в обращении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о якобы причастности нашей страны к применению в Солсбери отравляющих веществ. От нас в ультимативной форме потребовали в 24-часовой срок по сути признаться в совершении преступления и осуществить явку с повинами. По словам дипломата, Россия готова провести совместное с британцами расследование и даже попросила прислать образцы, использованного в Солсбери новичка, на изучение, как того требуют стандартные в таких случаях процедуры. Но Британию это не заинтересовало. В какой-то момент Небензи даже сравнил британский кабинет министров с инспектором Лейстрадом из рассказов о Шерлоке Холмсе, хватающемся за первый попавшийся удобный мотив. России нечего скрывать и нечего бояться, подчеркнул российский дипломат. Весь этот скандал накануне президентских выборов в стране, а затем и чемпионата мира по футболу, России совершенно не нужен. А кому он выгоден, для этого, по словам Небензи, сейчас нужен не инспектор Лейстрад, а Шерлок Холмс. Алексей Веселовский, Авиа Абрамов, НТВ, Нью-Йорк.